Господь Брахма продолжает рассказывать на родимоне в очень дорогих его сердцем воплощения Господа. И сейчас он начнет свой рассказ о Хамусе Аватаре. Давайте постараемся почувствовать, насколько смиренный Господь Брахма, тот, который обладает практически всем знанием, порученный ему вселенной, прошлом, настоящим и будущим, обо всех или почти обо всех воплощениях Господа. Он рассказывает на роде сейчас, на роде, которому он сам дает четух шлоки, Бхагаватам, Бхагаватам, услышанный в очень сконденсированном виде, в четырех стихах, сейчас Брахма прославляет Хамусу Аватару на родомоне, в какой-то момент понимает, что он не полностью может постичь Бхагаватам, тот Бхагаватам, который рассказал ему его отец Бхагаватам. И он обращается за помощью к своим четырем великим мудрецам, братьям Кумарам. И они вместе идут к Брахме, идти за разъяснением. И Господь Брахма очень искренне объясняет, что он тоже не может полностью постичь все таинства воплощения Господа. И тогда Господь появляется среди этих удивительных мудрецов, братьев, и братьев появляется в облике Хамуса Аватара, удивительного лебедя, который рассказывает Бхагаватам в новом варианте. Послушаем, как Господь Брахма напоминает народе о том, что нужно быть бесконечно и вечно благодарным Господу за все, что он делает для нас за духовные знания, которые мы постоянно получаем. От него Верховный Господь, воплотившийся в образе Хамуса Аватара, учил тебя наукой о Боге и трансцендентном любовном служении ему. Он был очень доволен тобой. За что? За то, что ты с великой любовью служил ему. Брахма же знает, что Нара – это Бхагаватара, и он постоянно делает акцент на этом. Ты с великой любовью служишь ему, и потому Господь дарует тебе постоянно огромное количество милости. Он подробно изложил тебе науку преданного служения. Подробно. А Брахма же счел, что подробности не нужны, и что Нарада сам поймет все сложности, ситрости науки. Впрочем, Хамуса Аватара так не думал. И он пришел рассказать во всех деталях, и ответить на все вопросы Нарада и четырех кумаров. Эту науку, говорит Брахма, очень мудро, способны постичь только те, кто предался Господу Васу Деве, личности Бога. Затем Брахма прославляет Ману-Ванторы. Господь приходит в облике Ману, и Сила Прабхада с удивительным восторгом рассказывает нам об этих Ману. Ману-защитник Дхармы, он также великий царь, и не только создает правила поведения для живых существ, человеческих форм жизни во всей Вселенной, на всю продажительность своего управления, он также великий кшатри. И он заботится о том, чтобы законы, данные им, были выполнены. И он великий воитель. Брахма с восторгом рассказывает об этих Ману. За один месяц Брахмы сменяются 420 Ману, за год 5040 Ману, а Брахма живет 100 лет. И так в течение жизни Брахма приходит и уходит более 500 тысяч Ману. Сила Прабхада продолжает в своем комментарии. Существует бесчисленное множество Брахм, и все они живут только на протяжении одного вздоха Маха-Вишну. Это дает нам некоторое представление о том, как воплощение Верховного Господа действует повсюду в материальных мирах, составляющих всего лишь четверть всей энергии Верховной Личности Бога. И так Манван, Тараватары. Иногда в облике Ману Господь приходит сам, когда нет квалифицированного живого существа, выполнять эти обязанности. Иногда он просто посредством своей шахты вдохновляет Ману действовать на благо всего мира. Следующее воплощение, которое с восторгом обсуждает Господь Брахма, это Дханван Тари. Опять-таки удивительная лила Пахтания Молочного Океана, которая так дорого Господу очень любит проводить ее, приходит во стольких инкарнациях в эту лилу. Мы уже слышали о Курме, шарились ее удивительными планами и вкладами в Пахтание Молочного Океана, а теперь Дханван Тари. Дханван Тари, который принес нектар бессмертия, ради чего, собственно, как бы Господь изотелся у Пахтания. Впрочем, эта лила ему настолько нравится, что во время Пахтания появляется огромное количество удивительных сокровищ. Мы будем об этом слушать восьмой песне. А сейчас давайте внимательно послушаем, как Брахман же представляет Дханван Тари, как он видит миссию Дханван Тари. В образе Дханван Тари говорит Брахма, Господь своей олицетворенной славой мгновенно исцеляет вечно больных живых существ. Именно благодаря ему полубоги обретают долголетие. И за это люди и полубоги вечно возносят хвалу. Вот Дханван Тари дает лекарство от болезни материального существования, а болезнь это в имперсонализме, в зависти. Он, приходя лично, очаровывает всех и дарует даже просто нектар бессмертия полубогам, устраивает так, что они чувствуют себя вечно обязанными ему, а значит, помнят его, любят его, всегда благодарят его. И еще одно воплощение Брахманджа. Он его сейчас ум носит, его по всей вселенной и выискивает такие воплощения, которые вдохновят народу. Следующее воплощение – это Парашурама. Когда правители, которых называют кшатрами, охваченные желанием и мучатся в аду, сбились с пути истины, Господь воплотился в облике Парашурамы и уничтожил этих выродившихся царей. Итак, Господь, неважно как именно, Он помогает живым существам всегда, Хитокамья, Он всегда действует на их благо. Следующее воплощение, которое мы будем рассказывать и слушать завтра это воплощение Господа Рамы, одного из трех воплощений Парашурама, Рама и Баларама, которые обладают совершенно другими качествами. И Брахманджа в полном восторге рассказывает об этом воплощении Господа в облике кшатри, появившегося в династии Махараджа и Кшваку.